Всем добрый вечер! С вами команда Мечты Арман с специальным зумом. Каждый четверг мы проводим зум, который называется Почему Атоми? Эту традицию мы взяли от наших спонсоров, которые проводят такие же встречи, но только для нашей команды. И у нас в команде очень много звезд, более 200 мастеров продаж и выше. И сегодня наш гость Гузель Абдулаева, и я не видела с ней еще живую, и вот так мы в первый раз общаемся в зуме, но наслышанно. Это очень целеустремленный человек. Гузель с 17 лет в предпринимательстве открыла магазин одежды. Я думаю, что Гузель вам об этом расскажет подробнее, почему она выбрала Атоми. Здравствуйте, дорогие участники компании Атоми. Как было сказано ранее, меня зовут Гузеля. Мне 39 лет. На сегодняшний день я являюсь основателем бутика «Гузель Fashion Shop», а также бизнес-партнер компании Атоми на ранге мастера продаж. Если честно, я так волнуюсь. Это первое мое выступление. Но я с удовольствием хочу с вами поделиться, почему я в Атоми. Однажды ко мне позвонила моя подруга Рашида и рассказала мне о компании. Но, к великому моему сожалению, я ничего не поняла, но зарегистрировалась. И это было точнее в январе 2021 года. Теперь уже в феврале этого же года Стелла Хигай уже, к моему, наверное, счастью, объявила конкурс «Лучший регистратор недели». И Рашида предложила мне поучаствовать в этом конкурсе. Я с удовольствием согласилась, так как я люблю всякие разные конкурсы, игры. Человек по жизни азартный. Я с ней сразу с радостью согласилась. И мы начали с ней, ну, стали участвовать и стали с этой же минуты регистрировать участников. Мы с ней регистрировали, делали покупки. И я немного стала узнавать о компании. Неделя прошла для меня очень интересной, такой азартной. И, представляете, мы с Рашидой взяли второе место, выиграли по Хима Химу. Хима Хим стал первым продуктом, с которым я познакомилась. И просто, наверное, влюбилась в Хима Хим. Но на этом конкурс для меня не закончился. Теперь уже, так как у меня есть уже свои партнеры, я их же регистрировала во время конкурса, есть свои партнеры. И я своим девочкам предложила также поучаствовать в этом конкурсе. Мои девочки также согласились и активно взялись за участие конкурса. Стали с этой же минуты регистрировать партнеров. И вы знаете, когда, наверное, я сама участвовала в этом конкурсе, для меня это все так прошло в игровой форме. А когда уже начали участвовать мои девочки, я уже стала за них волноваться, переживать и помогала им регистрировать, делать покупки новичков. И я вот сейчас понимаю, что не осознавая всего этого, что мы тогда сделали огромную командную работу. Мы с девочками, вот мои девочки взяли первое место, выиграли по набору Абсолют, когда Салактив. Когда Сталахигай объявила девочек, что они, моих девочек, что они выиграли, взяли первое место, я даже послезилась, потому что я в тот момент видела, как мои девочки переживали за все это. С первой минуты конкурса они начали регистрировать, и до самой последней минуты оставалось 15 минут, и они все время регистрировали. Мы даже у Айнур спрашивали, Айнур, мы успеваем? Она, успеваете? Успеваете? И мы так активно регистрировали партнеров, и с этой, потом, вот с этой минуты мы начали, с этого дня мы уже начали ждать, когда мы получим свои подарки. И этот день у нас настал. Мы пришли в офис, за подарочками своими нас пригласили. Мы прибежали вообще на 15 минут и остались там на 3 часа. Познакомились со своими спонсорами, с Фатимой, с Айнур, с Айжан. Они нас поздравили, вручили нам подарки, рассказали о компании, рассказали о маркетинге, который меня больше всего заинтересовал, рассказали о Пакхангеле и о продукции. Я вышла с офиса и прибежала домой, забежала и посадила мужа, и говорю, я познакомилась с компанией Атоми, и я хочу, говорю, я стала ему рассказывать, взахлеб, наверное, начала ему рассказывать, что есть такая компания, что есть такой маркетинг, рассказала ему о Пакхангеле, рассказала о выплате. Он меня послушал внимательно и говорит, это то, что мы с тобой искали. А почему то, что мы с тобой искали? Так как мы предприниматели, с первых дней пандемии нас сразу закрыли на карантин. Мы с первых дней пандемии, ну, уже начали, да вот, по сей день нас закрывают, мы начали переживать о доходе в семью и стали искать о дополнительном доходе в нашу семью, чтобы было без рисков. И как только мне мой муж сказал, что это то, что мы с тобой искали, я потеряла сон. Я стала засыпать в Атоме, просыпаться в Атоме, стала, посмотрела все видео про Пакхангеля, изучила маркетинг от А до Я, изучила свой личный кабинет. И даже, наверное, вот, если вот кто вот в бизнесе, ну, не только в бизнесе, все, все, наверное, знают, если ты начинаешь какое-то новое дело, ты теряешь тон. Я просыпалась ночью и ходила с угла в угол, может, все через это прошли. Я начала ходить с угла в угол, начала представлять, строить, как это все будет, с чего начать. Стала приезжать каждый день в офис. Спасибо Фатиме, она нам, нас много чему обучила. И по сей день она обучает. Огромное-огромное ей за это спасибо. И вот с этого дня я стала строить уже себе команду. Команду слева и справа. В первую очередь я рассказала о компании своим родителям, рассказала своим родственникам, сестренкам и мужу уже я рассказывала. И все они меня поддержали, так как они понимали, куда я иду и куда я веду свою семью. Я рассказывала всем о компании, о том, что это бизнес. Это бизнес нового поколения. Что здесь, что это здесь действительно можно заработать и можно получить хорошие выплаты. Но немного потрудимся, и мы будем просто зарабатывать. И у нас вот на сегодняшний день уже есть своя команда. Мы с мужем построили себе команду слева и справа. У нас уже есть ключевые партнеры, у которых уже есть также ключевые партнеры, и у которых есть большие уже свои команды, у которых есть свои планы на будущее, выйти вот в ближайшее время до Нового года, выйти на ранг мастера продаж. Также я уже выйду на ранг бриллиантового мастера. И на этом мы с командой не остановимся, будем идти вперед, дойдем до империал-мастера. И наконец-то таки в нашей семью уже не придет карантин, как говорится. И даст дополнительный доход Атоми, который был у меня изначально, я говорила, дополнительный доход Атоми потихоньку перерастет уже в основной доход. И вот почему я именно выбрала компанию Атоми, я вообще никогда не работала в сетевой компании. Это первая компания, в которой я работаю. И я даже представления не имею, как там зарабатывают в этих компаниях, какие выплаты, как там зарабатывают. Атоми именно меня привлек тем, что здесь мы зарабатываем именно на товарообороте, который проходит ежедневно, ежедневно мимо проходит. Ну, получается, мы зарабатываем именно на товарообороте, что компания Атоми, компания Атоми, она компания нового поколения. И что здесь в компании товар ежедневного спроса жизненно необходимый для людей, что ежедневно мы пользуемся люди. И на этом мы, получается, зарабатываем именно вот то, что вот люди покупают. И мы вот то, что у нас проходит в товарооборот, мы именно на этом зарабатываем. И чем больше у нас будет проходить товарооборот, тем больше мы будем зарабатывать. Меня именно это больше всего привлекло, наверное, так как я сама предприниматель, так как я сама в бизнесе. Я это все просмотрела, изучила, прочитала. И заинтересовало меня именно то, что в компании мы зарабатываем не только вот в этом товарообороте. У нас еще есть выплаты нам за то, что мы делаем такие крупные товарообороты. Нам еще компания за это делает премиум, платит премиальный. Как говорится, в любом бизнесе, это, как говорится, в любом бизнесе, что чем больше ты будешь трудиться и выложишь свой бизнес, весь труд, тем больше ты завтра будешь пожимать воды. И вот я поэтому вот взялась за это основательно, взялась за это вот, за этот свой бизнес. Это мой бизнес. Я не ждала ни от кого помощи, строила вот эту вот себе команду и поняла, что Атоми – это бизнес нового поколения, что здесь можно заработать, то есть потрудиться. Мы сегодня потрудимся, а завтра мы будем пожимать плоды. Вот в своем заключении выступлений хочу пожелать всем своим участникам, всем участникам компании самое главное – действовать. Действовать прямо в эту же минуту, взяться за это и начать действовать сегодня. Чем быстрее мы начнем действовать, тем быстрее мы начнем строить себе вот эту команду, тем быстрее мы начнем уже зарабатывать. А то бизнес 21 века к нам пришел, займите все свои первые места, возьмите руль, пристегните покрепче своих партнеров и взлетайте. Вот, наверное, уже все, да, если будут вопросы, я готова ответить на все вопросы. Пишите, пожалуйста, свои вопросы Гузеле в чат. Ну и от меня, наверное, первый вопрос. Мне очень интересно, что вы прям занимаетесь предпринимательством с 17 лет, да? То есть вы в найме не работали? Я в найме никогда не работала, да. Наверное, я в рынке Казахстана уже с 12 лет, можно сказать. А первый мой бизнес это был, я помогала своей бабушке продавать черешню. И вот потом уже, затем у меня мой папа был бизнесменом, я уже занималась его бизнесом, помогала ему, ему вот в бизнесе помогала. И в то время их называли спекулянтами. Когда я, помню, училась в школе, в пятом классе, наверное, приходила в школу, и когда вот продавала всякие там жвачки, и тогда вот на меня учителя говорили, вот ты спекулянтка. И я прям благодарна, что в то время я была спекулянткой. Из этой спекуляции выросли, как говорится, сейчас вот кто был в то время спекулянтами, сейчас уже стали крупными бизнесменами. Поэтому я даже всем своим партнерам говорю, девочкам, девочки, не бойтесь, со слова сетевики. И я говорю, вот раньше мы были спекулянтами, вот сейчас мы бизнесмены. Бизнес – это новый, сетевой маркетинг – это новый бизнес, бизнес именно 21 века. Сегодня мы сетевики, а завтра мы будем большие-большие бизнесменами. И вот в 20 лет, наверное, я уже начала свой личный бизнес. Первый мой бизнес – это был, я пошла, наверное, на бархолки, как раз это было в то время, брала, получается, там в другом рынке, и в этом рынке перепродавала. Ну, спекулянтка вообще была. И вот, а на сегодня уже у меня есть свой бутик, я основатель бутика «Гузеля фэшн шоп». И вот теперь уже взялась основательно за бизнес «Атоми». Потому что я вижу, что это бизнес нового поколения, что это не просто сетевой бизнес, это интернет, глобальный интернет-магазин, где можно действительно заработать деньги. Что здесь меня больше всего привлекло, что здесь мы зарабатываем именно не на процентах, не на каких-то этих, а именно на товарообороте, который будет проходить ежедневно. Мы, несмотря где бы там мы ни находились, мы будем зарабатывать это. Солубер, Гузеля, тут уже пошли вопросы. Спасибо вам за активность. Видите, да, вопрос? Ага, что-то я пропустила, да. Спасибо, сейчас. У меня сегодня, наверное, телефон вы волнуется больше, чем я сама. Что-то я пропускаю эти вопросы. Большие деньги на сцене. Чем больше мы говорим, тем больше. Больше есть вопрос. Ты вышла на мастера продаж за 4 месяца. Поделись с этим. Ага, все. На мастера продаж я вышла за 4 месяца, наверное, потому что я начала действовать. Я вот рассказывала, что с первых дней, как только я познакомилась с Атоми, я потеряла сон. И я с этой же минуты начала вот действовать. Я начала думать. Я начала продумывать. Я сразу же начала строить себе команду. Я не ждала ни спонсоров. Я знала, я понимала, что это мой бизнес. Что здесь я сама должна. Я и только мой бизнес. Я сразу же построила себе команду слева и справа. И в моей команде тоже появились, я выявила себе ключевых партнеров. И в моей команде сразу буквально тоже появились, у ключевых моих партнеров появились свои уже команды. И так как у них были свои команды, они закрывали бинарные шаги. И автоматом я уже пошла на мастера продаж. Наверное, не теряла ни минуты. Гузель, зажигалка. Спасибо. Спасибо, девочки. Всем-всем-всем спасибо. Всем желаю так же. Главное, я вот говорю, главное действовать по Томи. А Томи – это бизнес. И вот не теряйте ни минуты. Вот прям ни минуты. Вот сегодня возьмите за свой бизнес. И сегодня начните действовать. И сегодня же у вас все будет получаться. Вот не знаю, у меня прям со дня первого, наверное, конкурса уже партнеры как-то легко регистрировались, легко соглашались. Потому что, наверное, я рассказывала, что это именно бизнес нового поколения. А вот как раз вопрос в тему от Алтынгуль. Как вы приглашаете в Атоме новичков? Алтынгуль, вот, наверное, все-таки вот я вот говорю, что все-таки я рассказываю про бизнес. Я рассказываю про интернет-магазин. Я больше уклон делаю на то, что здесь можно заработать, то, что здесь идет. Мы зарабатываем именно на товарообороте. Как только вот я людям рассказываю, что это бизнес, что мы здесь делаем, что здесь товар необходимый, самый товар для народного потребления, да. И люди как-то соглашаются легко, потому что это интернет-магазин, что здесь наш магазин ничему не обязывает. Это первое то, что в Атоме, вот, и меня даже это привлекло, то, что нет, у нас плата за регистрацию. Что мы регистрируемся практически бесплатно, и нас это ничему не обязывает. И если ты хочешь зарабатывать, ты просто будешь действовать. Супер, спасибо за советы, очень много комплиментов, очень много поддержки. Спасибо, спасибо, девочки, всем спасибо. Альбарша спрашивает, какая у вас мечта? Ой, у меня вообще очень большая мечта. Я, наверное, такой мечтатель, как и все. Первая моя мечта – это, наверное, помочь всем, своим родным. И вот как раз-таки Атоме – это то, что я искала, то, что вот нужно в нашу семью. И вот у меня есть мои две девочки, двойняшки. Я, и вот сыночку, моему сыночку 20 лет. Я практически вот пока вот занималась своим бизнесом все время, я много времени потеряла, не уделяла своему сыну времени. И вот у моей девочки, им сейчас вот по пять, по пять. Я прям мечтаю, что я буду все время, вот я, когда вот у меня вот этот бизнес уже все, я буду полностью его, вот как раз-таки девочки пришли, все, идите. Я хочу тебе сколько-то сказать. Говори. Одну минутку. Мы вечером пойдем на бассейн. Пойдем на бассейн. Вот, у меня девочки говорят, мы вечером пойдем на бассейн. Я хочу больше времени уделять своим девочкам. Я потому что вот думаю, я знаю, что в Атоме это будет немного, как говорится, труд, труд, еще раз труд. Никакой бизнес не бывает без труда. Я знаю, что чем больше я сейчас, сейчас потружусь, завтра я буду уже пожимать плоды. Мечта моя потом еще. Ну, наверное, это такая вот мечта. Я очень хочу выйти на ранг империал-мастера и построить пансионат для инвалидных детей. Это самая большая мечта. Ну, это будет, не буду ни я одна, это будем со всей командой. Здорово, друзья, у вас большое сердце, большая мечта. Молодец, я думала, тебе лет 20. Тут вам пишут комментарии. Спасибо, девочки, спасибо. Мне 39, вот скоро уже будет 40. Сыну 20 лет. Сыну моему 20 лет, да. Я когда это услышала, в шоке было просто. Очень молодо выглядит. Спасибо. Ну, вот стараюсь, сейчас буду еще моложе, благодаря Тоне. Да, я нашла, я в отеле нашла себя, я нашла, я нашла то, что я искала. Вот честно, я нашла то, что я искала. Я нашла этот бизнес, который я хотела, вот говорю, вот со дня пандемии. Мы прямо вот с мужем вот хотели какой-то дополнительный доход в нашу семью. И мы нашли этот доход, и вот я надеюсь, что в ближайшее время этот дополнительный доход уже будет основной. Вот когда вы сказали, что муж вас послушал, все, вы пришли со встречи, да, впервые сказали мужу, а я сразу поддержал. Как так вообще получилось? Обычно мужья против. Нет, он сразу поддержал, потому что я вот рассказала. Я ему так это рассказывала, взахлеб, может быть, поэтому я ему сразу рассказала, что это вот, да, помню. Я ему сразу в первую очередь рассказала о маркетинге. Вот я ему сразу рассказала о маркетинге, что здесь, про маркетинг-план рассказала, рассказала, что здесь шикарные выплаты. Правда, он поначалу, ну, больше не муж, наверное, а сын. Сын мне говорит, ну, это же виртуальные деньги. А потом, когда я ему принесла и показала деньги, он мне говорит, а, теперь поддерживай тоже. Немного сын был против. Муж сразу пошел, и родители, спасибо им большое, родители и сестры, они меня сразу поддержали, потому что они понимали, куда я иду и куда я веду свою семью. Как раз вопрос про семью. Фатима спрашивает, как тебя поддержала вся твоя семья, папа, мама и сестра Мика? Да, вот, самый первый у меня зарегистрировалась моя сестра Мика, потом зарегистрировались мои родители также. И по сей день они меня поддерживают, это моя команда. Кстати, справа у меня моя Мика, а слева уже мои родители. Мы даже соревнуемся иногда. И вот, получается, Мика сегодня уже тоже вот закрывает свои бинарные шаги, и также мой папа закрывает бинарные шаги. И мы построили вместе, строили эту команду. Я думаю, что это только наше начало, это наш семейный бизнес. Мы дальше все пойдем. Благодаря родителям, наверное, у меня все и получилось, потому что они меня в первую очередь поддержали, меня родители. Вот Мика мне каждый раз говорила, я когда переживала, думала, она мне говорила, это же твой бизнес, это же твой бизнес. Если ты не будешь ничего делать, у тебя ничего не получится, это же твой бизнес. Она все время так не говорила. И я понимала, что это да, это мой бизнес. Я в Атоме увидела, действительно, я увидела бизнес. Я его, я осуществляла вот этот бизнес, что он будет вот моим бизнесом. И я думаю, что вот осталось еще немного, и мы будем прям все, все вместе зарабатывать. И мои родители, и моя сестра Мика, и все-все-все мои партнеры. Вы хотели еще такой вопрос, вот с точки зрения предпринимателя, какие еще, вот видите, плюсы в Атоме? Вот сказали, что во время пандемии, да, идет доход все равно, нет необходимости зарабатывать на процентах. А вот еще, чем можно также заинтересовать предпринимателей? Вот смотрите, у меня, наверное, это пошла любовь к продукции Атоме. Я влюбилась в хим-а-хим. Я когда получила, вот честно говоря, я когда получила хим-а-хим в подарок, я такая с Рашидей говорю, что мы там с тобой выиграли? Она говорит, хим-а-хим. Я говорю, что нужно делать? Она говорит, пить. Ой, я говорю, я не хочу пить, я хочу мазать. Она мне говорит, ну ладно, ну если хочешь, давай поменяем, потом его на это. Ну я же еще тогда не была в бизнесе, я же не понимала. Я говорю, ну ладно, ну давай тогда поменяем там на фейм. Я говорю, ну ладно, давай. И она когда принесла мне химохим, я так на него посмотрела и думаю, ну я же его выиграла, зачем я его буду менять? И начала его пить. В первый же день вот одну пачку я выпила, и я сразу все остальные пять пачек принесла папе. Я прям папе принесла и говорю, все, вы пьете химохим. И мы начали пить с папой химохим, и все, я влюбилась, я влюбилась в этот химохим, и по сей день у меня папа пьет мой химохим, и также я пью химохим. И второй вот продукт, который я влюбилась, это вечерний уход. Вот это второй продукт, с которым я познакомилась, мне сестренки подарили на 8 марта. Я вот основательно решила заниматься бизнесом с марта месяца, это был 8 марта. Было 8 марта, они пришли мне, подарили вечерний уход. Ну, наверное, вся продукция о томе, я как бы всем рассказываю и говорю, что именно продукт берет, потому что продукт же ежедневного пользования, именно то, что необходимо народу, и на этом мы как бы и зарабатываем товар, как бы товарооборот идет именно на продукции, продукция премиум класса. Моим всем нравится продукция, все, кто приобретает у нас продукцию, все довольны. Привлекаю больше, наверное, бизнеса. Скорее всего, мои партнеры все привлечены, привлекаются именно бизнесом. Рассказываю о маркетинге, что здесь у нас идет бинарная система, при каждом товарообороте у нас закрываются бинарные шаги, и мы на этом зарабатываем. Все получится, ты будешь империал-мастером, спасибо. У меня, я говорю, сегодня телефон немного подводит, я не все эти сообщения читаю, не все вопросы читаю. Здесь очень много поддержки. Друзья, молодец, исполнение желаний. Спасибо большое, огромное-огромное спасибо. Я хочу, чтобы у них получилось. И вопрос еще тут. Как вы обучаете команду? Команду я сама еще обучаюсь пока. Еще у Фатимы, Аминовой и Фатимы обучаюсь. Спасибо большое. Не устаю ей говорить благодарность свою. У нас есть вот. Я, знаете, я сразу, как только начала свой бизнес, я, наверное, создала себе группу из пяти человек. У меня там было пять. Вот мы создали эту группу с девочками. На сегодняшний день у нас, по-моему, там 55 уже. И как бы мы вот сразу в этой группе начали общаться. И я всех своих ключевых партнеров уже как бы к Фатиме отправляю. Фатима вместе обучаемся. Ну, мы как бы рассказываем бинарную систему. Мы стараемся делать так, чтобы ни у кого баллы не сгорали. Вот. И слева у меня, слева и моей команды у меня есть Людмила, мой очень такой ключевой партнер, который даже я ей не нужна. Она сама справляется. Вот. Молодец. Такая же, как я. Спасибо, Людмилочка, вам большое-вы большое. А вот в правой команде у меня уже Мика. Она там. Сегодня, а, кстати, сегодня ко мне Айнура звонит и говорит, Музель, а тебя там Мика ищет, там Мика ищет. А я говорю ей, ну пусть подождет, мне некогда. Трубку бросаю, и потом Мика перезвонит, говорит, тебя там Мика хигай ищет. Я такая говорю, ну и что? Я думала, что это она типа себя, Мика хигай, тебя ищет. Я такая, ну и что? А потом уже до меня, они рассказывают, до меня доходят, что Мика хигай меня ищет. И я такая, так еще ровно сняла, говорю, Мика хигай меня ищет. Подождите, подождите, остановите машину. Весело. Вот мы сегодня с Кузелей пообщались. Контактами менялись. Да, и вот вам тоже пишут еще комплименты. Кузеля умничка, звездочка, такая обаятельная. Альмира выше писала, что вам невозможно отказать. У вас очень такая добрая энергетика, с любовью рассказываете. Очень много тепла. Спасибо большое, большое спасибо. Всем тоже желаю активного роста, чтобы у всех все легко получалось. Я вот о томе вижу, что у всех получится. Здесь нет такого человека, который придет по томе и не заработает. Если ты хочешь заработать по томе, ты заработаешь. Но если ты будешь балду гонять, ну естественно, ты прогоняешь эту балду. А если ты придешь и возьмешься за этот бизнес, у тебя обязательно получится. Здесь нет такого человека, который не заработает по томе. Обязательно все заработают. А там уже как будет трудиться? Будут трудиться хорошо, пойдут до империала, а не будут трудиться, будут на бинарных шагах смотреть. Больше нет. А можно от меня последний вопрос? Как ваш опыт в предпринимательстве помогает вам сейчас строить бизнес здесь? Ой, да, наверное, вот, да, вот, наверное, все-таки вот опыт в предпринимательстве как раз-таки мне и помог построить бизнес, потому что я увидела сразу бизнес, я увидела сразу деньги, я увидела сразу бизнес. Вот я вот говорю, именно меня привлек именно товарооборот, который проходит ежедневно у нас, что мы получаем вот так, у нас все открыто, у нас все, мы все это видим. Я потом, получается, вот у меня у себя есть продавцы, да, я прихожу к ним утром в 9, открываются они бутики, я в 5 часов прихожу и забираю у них кассу и выплачиваю им их зарплату, которую они там за целый день наработали, за которую они получили. И тут то же самое, только мы все это делаем в интернет-магазине, ну, как бы вот продукт люди берут, и мы так так же с 9 утра до 9 вечера получаем свою выплату. Я вот сразу так это вижу, что вот это, наверное, это потому, что я это в предпринимательстве была, я сразу увидела, что чем больше ты будешь делать, сдавать товарооборот, тем больше ты будешь сдавать, как говорится, кассу по хангилю, тем больше тебе по хангилю будет платить. А, естественно, у тебя товарооборот будет много, если ты будешь хорошо работать, у тебя и будет этот товарооборот. Ника пишет, всегда строить стратегию и видеть шаги вперед. То есть вы такой дальновидный человек, вы стратегию строите, да? Ну, наверное, потому что в потоме это нужно строить стратегию, здесь нужно строить стратегию, здесь нужно все свои шаги знать, как будет у тебя все это строиться. Потому что это, я же говорю, это бинарная система, здесь нужна стратегия, обязательно нужна стратегия. Еще вопрос у меня появился. Как вы работаете в соцсетях? И был ли вы вообще о том? Вообще никак. Вот даже, знаете, вот когда нас закрыли вот на карантин, мне все говорили, а почему ты не ведешь интернет-магазин? Ну, свой интернет-магазин, а почему ты не ведешь Инстаграм? У меня есть Инстаграм, но он не прокрученный такой. Почему ты не ведешь Инстаграм, почему ты не ведешь Инстаграм? Потому что я, наверное, больше люблю живых людей, с которыми можно вживую общаться. И даже вот в Атоме у меня нет Инстаграма, я просто вот как-то с людьми, вот вживую люблю общаться, вживую люблю рассказывать все. И поэтому я и в сетевой маркетинге я никогда не была, никогда не зарабатывала именно в сетевом маркетинге. Я ни представлений даже не имею. Могу сказать, что камера вас очень любит. Спасибо. А я избегала всегда. А я всегда избегала папарацци. Я любила конкурсы, я даже на свадьбах очень часто любила участвовать на всяких конкурсах, там, розыгрышах. Но я никогда не любила себя потом просматривать. Я не просматривалась, потому что я всегда избегала в этот момент, когда именно снимают меня на камеру. А мы договорились, да, что вы делаете себе бизнес-фотосет? Да, я обязательно устрою фотосессию и сделаю много-много фотографий именно, ну, вот, связано с атомией и так. Я сегодня начала листать, ни одной фотографии не нашла. Везде сын, дети, муж, сын, дети, муж. Настолько бизнес у нас должны быть. Фотографии хорошие, да, бизнес-стиле. Они нам еще понадобятся много-много раз. Поэтому, да, ну, это с легкостью вы сделаете. Гузель, всех зарядили, всем передали свою любовь к Атоме, успехов, удачи и таких же партнеров-зажигалочек, пишет Алья. Да, да, девочки, всем спасибо. Бизнес 21 века к нам пришел. Давайте все возьмемся за руль, возьмем свои первые места, займем первые места, возьмем именно вот этот руль, постигнем всех своих партнеров покрепче и будем взлетать высоко-высоко. Никого первые, а мы за вами. Тахинац пишет. Гузель, молодец, всех зарядила. Так, сейчас, минуточку. Спасибо. Спасибо, девочки. У всех зажигла. Эдуард с нами. Очень приятно смотреть и слушать Гузель. Эмоции с Эверест. Пусть все желания исполнятся. Спасибо. Пусть у всех все желания исполнятся, да, у всех все получится. А я знаю, что у всех получится, вот у всех получится. Если все захотят и возьмут за это, и если не будут ждать, когда что, что придет, когда будет открытие, когда Атоний там разрулится или когда он взорвет рынок, это будем ждать. Ну, нужно действовать, действовать сегодня. И тогда мы все хором, как говорится, взорвем. Видно, что вы Локомотив, пишет Виктория. Спасибо, Виктория. И Гузель пишет, я так рада за Гузелю, спасибо, что и меня потянула в свою команду. Вот уже вам команда. Да, Гузель. Да, Гузель тоже, у Гузеля тоже много чего получится. Она молодец, тоже с первой же минуты начала работать. Молодец. Очень рада, за всех очень рада. Супер. Потому что, да, я всем своим партнерам говорю, девочки, что потрудитесь сегодня, завтра будете прожимать плоды. Труд, труд, еще раз труд. Ничего легкого не бывает. Даже ты пойдешь, ну, в любой бизнес, иди вот так, иди, будь предпринимателем, пойди. Но если ты там трудиться не будешь, если ты бизнес свой отпустишь, ну, тебя и отпустится. Ты будешь идти, 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 расти, расти, а потом раз, поймаешь слабость какую-то, и все, и твой бизнес пойдет вниз. Тут в Атоме то же самое. Можешь трудиться, пойдешь вверх, расслабишься, пойдешь вниз. Здорово. Спасибо за советы. Вообще, спасибо за сегодняшний вебинар. Я так волновалась, честно, очень сильно волновалась. Это мое первое выступление. Да, ну, теперь выступайте почаще, потому что у вас отлично получается, волнения совершенно не видно. Спасибо. Хочется вас видеть, да, на онлайн-семинарах. Теперь буду стараться, да, теперь буду стараться. Теперь камеру уже бояться не буду. Мы заканчиваем. Всем спасибо за вашу поддержку. Спасибо, Гузеле, за прекрасное выступление. Да, в общем, я в Атоме, потому что это бизнес нового поколения. Запомни. Да, запомни. Вот, потому что здесь мы зарабатываем именно на товарообороте. Прям всем, я так всем хочу говорить, что это бизнес нового поколения. Девочки, бизнес 21 века к нам пришел. Давайте все не упустите свое время. Мы заканчиваем. Увидимся в следующий четверг. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Гузель прошла боевое крещение. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok